Привет, друзья! Меня зовут Джиллав, и это восьмой урок моего проекта по быстрому запуску сайта. Итак, в этом уроке мы сейчас с вами установим фон нашего сайта картинкой и выберем макет сайта. Но сначала нам нужно выбрать макет. Это нужно сделать в первую очередь. Итак, нажимаем на... наводим на внешний вид и нажимаем на настроить. Далее, пока у меня загружается, протягиваем вниз и нажимаем на дизайн. Далее нажимаем на надпись макет сайта. Итак, сначала мы, перед тем как выбирать, посмотрим все варианты. Я открою новую ссылочку... новую ссылочку сайта. Главную страницу. Сейчас у нас загрузится она. Вот, в данный момент у меня такой макет сайта. То есть, в данный момент у меня коробочный макет шириной контента 1218 пикселей. То есть, вот эта ширина 1218 пикселей. Вот это расстояние уже, это у нас фон. Итак, мне такой не нравится, я хочу выбрать другой. Нажимаю... коробочный макет шириной 978 пикселей и нажимаю сохранить. Теперь, возвращаясь на главную страницу, нажимаю обновить. Обновляю и смотрю, что получается. Вот такой компактный сайт мне почему-то нравится больше. Я думаю, я на нем остановлюсь. Ну ладно, давайте посмотрим все варианты. Выберем шириной макет полный 1218. Нажму сохранить и посмотрю, что получится. Так, обновляем страницу. Это полная ширина. Возможно, вам нравится такой макет сайта с полной шириной. И тогда вам установка фона не понадобится, потому что фона здесь не будет. Именно фона как картинки. Так, давайте посмотрим еще один вариант. Шириной макет и колонка 978 пикселей. Нажимаю сохранить. Выбрали. Дальше. Обновляем страницу. И смотрим, что ширина также полная. Но контент идет колонкой 978 пикселей. Вот так вот колонкой. Такое мне тоже не нравится. И поэтому я остановлюсь на вот этом варианте. На коробочный макет шириной контента 978 пикселей. Нажимаю сохранить. И теперь нажимаю сюда и нажимаю просмотреть. Вот такой будет у меня сайт. Сейчас мы с вами выберем сюда фон. Если у вас другой макет сайта и вам фон не нужен, тогда это просто пропускает. Если вы тоже будете ставить фон, тогда внимательно смотрите, как это делается. Итак, поехали. Перед тем, как выбрать фон, вам нужно сначала выбрать картинку. Можно зайти на Google, либо на Яндекс.Картинки. Написать фон и нажать фон. Поиск. Разные фоны. Есть однотонные, есть различные картинки фонов. А есть именно фоны для сайта. Фон для сайта. Допустим так. Вот. Ну, различные фоны бывают. То есть, вы сами выбирайте картинку, какая вам нравится. Итак, давайте выберем какую-нибудь любую картинку. Вернемся сюда, вернемся назад и еще раз вернемся назад. И вот тут у нас есть надпись фоновое изображение. Нажимаем на него. Нажимаем выбрать изображение. Сейчас я для примера загружу одно изображение, просто картинку. И вам продемонстрирую. Итак, это будет у нас вот эта вот картинка, синяя. Нажимаю открыть. Нажимаю выбрать. И нажимаю просто сохранить. Обратите внимание, что у нас сейчас настройки этого фонового изображения по умолчанию такие. Точка замостить стоит. Позиция фона слева. И привязка фона прокручивать стоит точка. Итак, смотрим, что это за такие настройки. Обновляем страницу и смотрим. Ага, появилась картинка. Замостить, что это означает? Что это означает, что картинка будет повторяться. То есть, вот и позиция начинается слева. То есть, смотрите. Вот слева эта картинка начинается. Слева идет. И вот тут она заканчивается. И тут она опять повторяется. То есть, начинается слева и потом повторяется. И потом то же самое повторяется внизу. То есть, эта картинка повторяется. Дальше. Прокручивать. Прокручивать означает то, что мы, смотрите, прокручиваем. И у нас прокручивается и фон, и наш сайт одновременно вместе Давайте поменяем настройки Сделаем зафиксировать Поставим галочку и нажмем сохранить Возвращаемся сюда, обновляем страницу И теперь мы пробуем прокручивать Теперь смотрите, наш сайт прокручивается А картинка фона стоит на месте Вот такой вариант тоже может быть Итак, давайте другое выберем Допустим, картинка по центру Не слева начинается, а по центру Поставим точку и нажмем сохранить Вернемся сюда, нажмем обновить И теперь у нас картинка по центру Вот Ну, тоже она повторяется Вот тут видны эти полосочки Здесь вот тоже видна эта полосочка, где она стыкуется Это не совсем приятно Видно, что не совсем качественно Итак, далее Смотрите, что еще можно Можно не повторять, поставить галочку То есть, картинка не будет повторяться Нажмем сохранить и посмотрим Я сейчас все вам подробно рассказываю и объясняю, чтобы вы поняли Видите, картинка не повторяется Мы ее установили И она вот тут вверху видна И внизу, по центру Почему по центру? Потому что вот здесь у нас стоит по центру Если мы поставим слева Или справа Она будет справа Вот, например Обновляем Видите, картинка не повторяется Один раз стоит И она слева Сразу видно Недостатки Что тут есть фон А здесь картинка не повторяется И больше здесь нет фона Некрасиво Итак, давайте замостим Ее по вертикали И пускай будет Также слева Сохранить Вернем сюда И замостим То есть мы видим, что Картинка слева стоит Давайте теперь ее Нажмем на галочку Прокручивать И нажмем сохранить Вернем сюда И опять посмотрим, что произошло Видите, мы прокручиваем И картинка вторая Тоже появилась снизу То есть мы замостили по вертикали То есть картинка будет повторяться Только по вертикали Если здесь поставить галочку Замостить по горизонтали То картинка будет повторяться По горизонтали Сначала одна картинка А потом здесь будет вторая Итак, проблема с фоном в том Что нам нужна картинка Определенной ширины Вот, чтобы у нас Красиво отображался сайт Ширина этой картинки Должна быть 1350 пикселей Ну а длина должна быть Разной, да? Смотрите, почему длина может быть разной Итак, мы определились Шириной картинки Я просто это заранее узнал И вам сейчас говорю Что ширина картинки Должна быть 1350 пикселей Вы это можете Ширину картинки Можете увеличить В различных фоторедакторах Это я вам показывать не буду Это просто очень Итак, или просто Готовь скачать Большую картинку С большим разрешением Допустим Картинки, которые Большое разрешение Допустим 1400 И так далее Готовы Итак Как можно поступить? Можно поступить двумя способами Первый способ Это сделать так Чтобы картинка не прокручивалась Чтобы таких стыков не было А просто ее зафиксировать Поставить галочку Зафиксировать И сохранить Итак Мы это делаем Это первый способ Просто установки фона То есть зафиксировали Установили Теперь мы видим Что картинка у нас просто маленькая Что мы делаем? Мы, допустим Удаляем это изображение Выбираем какое-то Большое изображение То есть и все И чтобы картинка была На полную площадь Ну тут я думаю Вы справитесь сами Я не буду вам это показывать Потому что времени мало А мы будем время экономить Итак Теперь Как еще можно поступить? Можно поступить так Чтобы сделать Картинку слитной То есть Чтобы она тоже прокручивалась Картинка Да? И была состыкована И замостилась по вертикали То есть повторялась по вертикали Тогда что мы делаем? Допустим Мы Выбрали картинку И нам нужно ее соединить Да? Соединить Чтобы она повторялась Это делается В фоторедакторе Я единственный вариант Вам покажу И все Как это сделать Дальше вы уже делаете сами Итак Открываем фоторедактор Ссылочку Вы сейчас на нее увидите Фоторедактор Называется так По-русски С-Р-О Потом Ну если не по-русски По-другому Допустим По-английски Идет Купер.ру Ну вот Вы можете посмотреть Под этим названием Потом Сюда берете Загружаете картинку Загружаете картинку Нажимаете Выбрать файл И загружаете любую картинку Например Вот эту Ну например Вот эту Нажимаете Открыть Нажимаете Загрузить Далее Допустим Вы хотите Чтобы эта картинка Как-то повторялась Нажимаете Опять файл Нажимаете Загрузить картинку Потом Нажимаете Выбрать файл И опять Выбираете Эту картинку Нажимаете Открыть Нажимаете Загрузить Далее Наводите на операции Потом наводите на редактирование Нажимаете зеркальное отражение И вот смотрите Мы нажимаем зеркальное отражение по вертикали Вот так По вертикали Потом наводим на операции Наредактировать наводим И потом нажимаем склеить несколько Склеить несколько И потом выбираем одну картинку И нажимаем на вторую картинку Нажимаем склеить по вертикали И вот так мы склеили Две картинки И потом нажимаем принять И эту картинку Длинную скачиваем И потом ее ставим на свой сайт И таким образом тоже можно поступить Все очень просто Ну ладно, я это уже сделал И у меня это уже все готово Я сейчас вам еще раз покажу Сначала самый простой способ И я вам его рекомендую Сначала сделать на простом способе Итак, простой способ у нас такой Вы просто берете Любую большую картинку И просто нажимаете замостить Можно по центру, можно слева И нажимаете и ставите галочку зафиксировать Чтобы у вас прокручивался сайт А картинка большая стояла здесь И все, это самый простой способ поставить фон Я сделаю по-другому Потому что у меня уже Я к этому подготовился Как вторым способом сделать Склеить картинки Я вам продемонстрировал Но заранее у вас ширина картинки Должна быть 1350 пикселей Итак, это удаляем Нажимаю выбрать изображение Это я тоже изображение удаляю отсюда Нажимаю загрузить Выбрать файл И сейчас я выбираю то изображение Которое у меня должно быть Так, если ошибаюсь Это оно Нажимаю открыть Выбрать изображение То есть выбрал Теперь я ставлю слева Замостить галочку по вертикали То есть изображение будет всегда повторяться по вертикали И нажимаю прокручивать Чтобы прокручивалось и изображение, и сайт Нажимаю сохранить Итак, теперь обновляю страницу Так, не туда я нажал немножко Ну да ладно Запустим заново Так, обновляю страничку И смотрим наш фон Вот такой наш фон То есть сейчас у меня И сайт прокручивается И картинка Вот Можно сделать по-другому Зайти сюда Просто нажать Зафиксировать И сохранить Вернуться Обновить Сайт на месте Картинка Все остальное прокручивается Так тоже в принципе хорошо Итак На этом Обучающий урок по установке фона закончен Я надеюсь вы поняли Что самый простой метод установки фона Это выбрать большую картинку Поставить ее и зафиксировать Чтоб она не прокручивалась И все А на этом все Увидимся в следующем видео С вами был Джинлав Анатолий Быков Пока